У меня была тоже такая ситуация в жизни, что я не могла найти ответ. Я сидела вот так вот в отчаянии, думала, что я буду делать, что мне делать, что мне делать, так перед сном. И тут мне как-то внутренний голос, вот так вот, я буду читать намаз. И все, я с этой мыслью заснула. Утром, значит, просыпаюсь опять с этой мыслью. И у меня в голове как-то так ясно, что вот все, я читаю намаз и все. Потом я прихожу к выводу, что я даже не знаю, как это делается. Ну, то есть я участвовала, ну, как в групповом, да, мула, и как-то я не придавала такого особого значения, можно сказать. Как это делается, я просто повторяла за впереди стоящими. Я поехала в мечеть. Тут мечеть приехала, значит, мне все объяснили, дали записи. Вот первое время, да, я вот заучивала, читала. Наверное, это у всех было такое, у меня вот сразу там, это нельзя, там, то там, ну, как-то там, такие ограничения у себя у меня в голове, там, так-то нельзя, так-то нельзя. Я, в общем, потом я как-то несколько раз получала, что я на фаджер намаз не могла проснуться, просыпала. Ставила будильник и отключала его и спала дальше. Это меня привело к тому, что я недели две, наверное, прошло. Получилось так, что я потом вообще перестала читать намаз. И вот недели две я ходила как в тумане, мне как-то было тяжело, как-то неприятно. Ну, такая, не знаю, загруженная какая-то. И тут меня осенило, что я перестала читать намазы. Я думаю, вот почему я такая, потому что перестала читать намазы. И все, я начала опять читать намазы. Намазы дают спокойствие, облегчение. Как-то спокойно относишься к окружающим. Это очень благоприятно для человека, потому что человек создан Аллахом. Всем советую.